Добрый вечер! В эфире информационно-аналитическая программа «Итоги недели». В студии телекомпании «Черкеска» Мадина Братова о наиболее ярких и значимых событиях из жизни столицы Карачаева-Черкесии за минувшие 7 дней в репортажах наших корреспондентов. Смотрите сегодня в программе. Карачаева-Черкесия получит поддержку из федерального бюджета на развитие событийного туризма. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Если природные катаклизмы предсказать порой невозможно, то чрезвычайные ситуации техногенного характера можно предупредить. В Республиканском центре медицинской профилактики прошла плановая проверка на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Осталась лишь светлая память, признание и всенародная любовь. На 1982 году ушел из жизни народный артист Российской Федерации и Карачаева-Черкесии Хусин Готов, внесший неоценимый вклад в развитие культуры республики. Как не стать жертвой мошенников? Главная задача – ваша бдительность. Сотрудники отдела МВД по городу Черкесску и автоинспекторы провели информационно-профилактическую акцию среди населения. Мастера древнего боевого искусства Таиланда в столице Карачаева-Черкесии. В спорткомплексе «Юбилейный» стартовал чемпионат Южного и Северокавказского федерального округов по тайскому боксу. Если он играл роль, то его герой всегда был с настоящим сильным характером. Если пел песню, то она непременно уходила в народ. В Республиканской филармонии прошел концерт памяти к 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Карачаева-Черкесская республика вошла в число 36 регионов, которые получат федеральную поддержку на развитие событийного туризма. Соответствующее распоряжение в минувший четверг подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Всего финансирование получат 36 регионов России в общем объеме 638 миллионов рублей. Из них почти 20 миллионов будет выделено нашей республике. Полученные средства будут направлены на организацию фестивалей, праздников и спортивных мероприятий, которые привлекают участников и зрителей со всей страны. Это поможет подобрать наиболее удобные для людей варианты путешествий, повысить популярность внутреннего туризма, стимулировать спрос не только летом или в школьные каникулы, но и в межсезонье. Отметил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Правительство продолжит оказывать содействие регионам в организации событий, которые привлекают путешественников. Выделим свыше 630 миллионов рублей на такие цели. Средства получат 36 регионов страны. Это позволит им провести множество мероприятий, которые востребованы туристами. Нужно, чтобы было как можно больше информации о таких событиях. Это поможет подобрать наиболее удобные для людей варианты путешествий, но и самое главное, повысит популярность именно нашего российского внутреннего туризма. Для справки, в 2022 году Карачао-Черкесия приняла 1 миллион 923 тысяч туристов, что почти на 10% превышает показатели за предыдущий 2021 год. Самыми популярными направлениями по-прежнему остаются курорты Дамбай и Архыз. Туризм – одно из приоритетных направлений для нашей республики. Но зачастую гости Карачао-Черкесии, да и местные жители, либо по незнанию, либо по собственной халатности, портят себе отдых, оказавшись в пограничной зоне без соответствующего разрешения. В лучшем случае таких путешественников пограничники выдворяют, а кому-то даже приходится заплатить административный штраф. Так, на прошлой неделе сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Карачао-Черкесской республике были выявлены два нарушителя пограничного режима. В ходе реализации контрольных пунктов за соблюдением административно-правовых режимов на государственной границе Российской Федерации с Республикой Абхазия сотрудниками пограничного управления выявлены два нарушителя пограничного режима, которые являются жителями Краснодарского края. Нарушители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.2 КОАП России в виде административных штрафов на общую сумму 2000 рублей. В пограничном управлении обращают внимание гостей и жителей региона, что в пределах пограничной зоны, расположенных на территории Карачаевского, Зеленчугского и Урубского районов, установлены действуют правила пограничного режима. Нахождение в пограничной зоне без соответствующих документов является административным правонарушением и влечет за собой административную ответственность. Необходимая информация о требованиях российского законодательства в пограничной сфере размечена на официальном сайте ФСБ России. Чтобы получить пропуск в пограничную зону, необходимо заблаговременно обратиться с заявлением в погрануправление посредством почтовой связи, на личном приеме, а также в форме электронных документов, в том числе через единый портал государственных услуг. Срок их рассмотрения для граждан Российской Федерации составляет 15 рабочих дней. Ну а жителям региона с регистрацией по месту жительства в Карачао-Черкесской Республике, которым въезд или проход в пограничную зону, необходим на регулярной основе, а также юридическим лицам, осуществляющим хозяйственную или промысловую деятельность в пределах пограничной зоны, пропуск выдается на срок, указанный заявителем, но не более чем на три года. Печальная новость. На 1982 году ушел из жизни народный артист Российской Федерации и Карачао-Черкесии Хусин Готов. Он внес большой и неоценимый вклад в развитие культуры республики, а его талант, легко узнаваемый голос и неподражаемый стиль исполнения давно получили признание и всенародную любовь не только на малой родине, но и далеко за ее пределами. Похороны Хусина Азамат Гиреевича прошли 10 февраля в его родном ауле Жако. Карачаево-Черкесию постигла тяжелая утрата. 9 февраля не стала Хусина Азамат Гиреевича Готова. Его талант, легко узнаваемый тембр голоса и неподражаемый стиль исполнения получили признание и всенародную любовь не только на малой родине, но и далеко за ее пределами. Он родился здесь, в маленьком черкесском ауле Жако в 1941 году. Когда ему не было и года, отец ушел на фронт и так и не вернулся. Как и у всех детей войны, у Хусина было тяжелое детство. Окончив школу, он поступил сначала в строительное училище. Тогда еще никто не знал, что Хусин Готов найдет свое призвание совсем на другом поприще. Окончит Саратовскую государственную консерваторию, а спустя годы станет первым народным артистом Российской Федерации из нашей республики. Вчера, когда эта траурная весть до нас дошла, когда мы сообщили руководству республики, все моментально откликнулись. Кто не видел, может быть, но и глава республики выразился от болезнований, глава правительства. Для нас, для всех, для каждого человека в республике, который здесь вырос, это потеря. Человек, как я, например, с детства, когда еще мальчишкой бегал, радиоприемник слышал, я вырос на песнях Хусина Готова. Его песни звучали не только по радио и на местных праздниках. Хусин Готов – артист по призванию. Он часто гастролировал и неоднократно становился лауреатом всевозможных конкурсов и фестивалей, не только в нашей стране, но и за рубежом. Ну а вклад в развитие культуры Карачаева-Черкесии просто неоценим. Хусин Азамат Гиреевич пел не только на родном черкесском, но и на языках народов нашей республики, чем заслужил искреннюю любовь и уважение всех ее жителей. Он украшал наш народ, Карачаева-Черкесский весь, и черкесский свой родной народ, он украшал своим талантом. Он выходил на сцену окрыленный песней. Вся его жизнь была как вот эта вот песня, потому что он жил в этой песне, жил в этой музыке. Хусин Азаматович был так же и так же, как талантливый, он был еще очень добрый, очень отзывчивый, очень такой вот уважаемый человек. Нескончаемым потоком идут люди, чтобы выразить искреннее соболезнование семье Готовых. Односельчане, представители администрации района, близкие, коллеги и ученики Хусина Азамат Гиреевича. Сегодня наша республика понесла большой утрат. Все народы Карачаева-Черкесии скорбят вместе с родом Готовых. Хусин себя зарекомендовал как человек искренний, человек чистой души, талантливый, человек, который заслуживал самых высоких титулов и почета. Самый высокий титул звания народного артиста Российской Федерации Хусину Азамат Гиреевичу было присвоено еще в 2006 году указом президента страны Владимира Путина. Выручал регалию тогдашний президент Карачаева-Черкесии Мустафа Абаддеев. К тому времени Хусин Готов уже успел поработать заместителем министра культуры республики, но чиновник или функционер – это совсем не про него. Хусин Азамат Гиреевич возглавил Черкесское училище культуры и искусств имени Аслана Даурова, в котором преподавал вокал еще в 80-х. Именно благодаря его усилиям там было создано дирижерское и вокальное отделение. Природные данные у каждого, в каждом человеке заложены с появлением, как говорится, на свет. Но в определенных моментах, значит, есть кто-то с более божественным даром, что ли, есть голоса. Вот эти голоса надо суметь оккультивировать, поставить на дыхание, придать академическое звучание и так далее. Даже будучи директором училища, Хусин Готов персонально занимался с молодыми вокалистами, помогал им развивать творческие способности и лично провожал всех выпускников на большую дорогу жизни. Если она будет так же полна событиями и достижениями, как у их наставника, значит, все верно – учитель продолжается в своем ученике. Не одно поколение выросло на его песнях, не одно поколение выросло и училось, глядя на него, у него лично. Хочется сказать только одно, Хусин Азамантович, мы надеемся, что мы будем достойны вашего начинания. Руслан Альботов. Итоги недели. При содействии ГТРК «Карачаева-Черкесия». Настоящей трагедией для всего мира на минувшей неделе стало землетрясение в Турции. Расчищать завалы и оказывать помощь пострадавшим отправились и сотрудники МЧС России. Но если природные катаклизмы предсказать порой невозможно, то чрезвычайные ситуации техногенного характера можно предупредить. Как, например, взрыв жилого дома в Новосибирске, произошедший 9 февраля. На минувшей неделе в Черкесске в Республиканском центре медицинской профилактики прошла плановая проверка на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Цель мероприятия – профилактика пожаров, травмирование и гибели людей на них. О результатах проверки наш следующий репортаж. Соблюдение требований пожарной безопасности на объектах здравоохранения имеет первостепенное значение. Добрый день, инспектор пожарного обзора врача Кецкая, Санфагаров. Как вам плановая проверка? О чем предупредил заранее? Очень приятно. Главный врач. В ходе плановой проверки в Республиканском центре медицинской профилактики объект проинспектирован комплексно. Проверены исправность пожарных кранов и противопожарной сигнализации, пути подъездов пожарных расчетов, эвакуационные выходы, коридоры, лестницы, наличие и исправность огнетушителей и щитков. Огнетушитель по площади рассчитывается. Один огнетушитель обслуживает от 250 квадратов, от 180 – от 250. Поэтому в нужном количестве, соответствующие нормам, качество огнетушителей есть на каждом этаже. 1619 квадратных метров у нас занимаемая площадь. То есть в зависимости от этой площади у нас огнетушители есть. То есть если считать, что на 250 квадратных метров один, то это получается в размере 7-8 огнетушителей. У нас огнетушители и пожарных гидрантов есть. Они есть на каждом этаже в нескольких местах. Основной вход – аварийный выход. Они все не загромождены, они все готовы к использованию. На объектах с массовым пребыванием людей особое внимание всегда уделяется исправности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, и управления эвакуацией людей при пожаре. В случае чрезвычайной ситуации все сотрудники данного медучреждения должны четко знать, что делать и как помочь посетителям. В помощи – указатели и планы здания. Пути эвакуации должны строго соответствовать требованиям законодательства. Тут, конечно, у нас есть и ответственные лица, которые отвечают за это, но каждый должен уметь воспользоваться и кнопкой безопасности, и размотать шланг, и пользоваться огнетушителем при необходимости. Это все постоянно проверяется, проверяется, чтобы не было никогда. Все смазано, все проверяется. План эвакуации – кнопка дымоудаления. На каждом этаже здания, а также наличие огнетушителей – это основной противопожарный набор для объектов с массовым пребыванием людей и высокой пожарной нагрузкой. По итогам плановой проверки в Республиканском центре медицинской профилактики не было выявлено нарушений требований пожарной безопасности, призванных предотвратить возможную катастрофу. С начала текущего года сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы было организовано порядка 10 проверок на объектах с массовым пребыванием людей. На 2023 год разработал план проведения профилактических визитов в отношении 558 объектов надзора, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска. В основном это объекты образования и здравоохранения. Помимо контрольно-надзорных мероприятий проводится работа по профилактике пожаров в жилом секторе. А именно, проводятся подворовые обходы, всходы граждан, работа со средством массовой информации, выступления по телевидению, радио и интернет-порталам. Мадина Абратова, Михаил Каракелян. Итоги недели. Многие жители и гости Карачао-Черкесии уже наверняка побывали в Республиканской государственной филармонии после того, как там завершился капитальный ремонт. Он был проведен в рамках нацпроекта «Культура». И таких масштабных работ здание не знало за весь период своего существования с 1937 года. Обновленное учреждение сохранило свой исторический облик и, несомненно, является достопримечательностью города. Теперь в нем не стыдно проводить как концерты местных звезд эстрады, так и мероприятия самого высокого уровня. Все подробности в сюжете Армиды Кишмаховой. Реконструкция здания Государственной филармонии Карачаева-Черкесии стала одним из самых крупных и комплексных проектов в сфере культуры Республики за последние годы. Благодаря реновации всего здания площадью около полутора тысяч квадратных метров созданы комфортные условия как для зрителей, так и для артистов. Полностью отреставрировали зал, обновили люстру, лепнину. На сцене установили современные системы механизации и большой мультимедийный экран. Теперь артисты могут воплощать в жизнь самые смелые и творческие замыслы в своих концертных сценариях. В зале почти 300 зрительских мест. Мягкие и удобные кресла, климат-контроль и современная противопожарная система со звуковым оповещением делает пребывание здесь не только комфортным, но и безопасным. Наша филармония получила новую жизнь. И сегодня она полностью укомплектована звуковой, световой аппаратурой. Приобретены новые кресла. И это все дает возможность сегодня реализовывать свои планы нашим восьмитворческим коллективом. Сцена площадью более 70 квадратных метров покрыта высоко прочным паркетом из натурального дуба. С обеих сторон к ней ведут удобные ступеньки. Сбоку – помещение для хранения объемных декораций. Установлен противопожарный занавес. Сам зал многофункциональный. Его можно будет использовать не только как концертный, но и как кинозал. Артисты отмечают, что такой акустики, как здесь, больше нет нигде в республике. Со сцены можно говорить без микрофона, не напрягая голосовые связки. И будет прекрасно слышно в любом уголке помещения. В день нашего посещения на сцене проходила репетиция детского музыкального театра «Знайкин дом». Артисты работали над мюзиклом о пожарной безопасности. Сейчас мы возобновляем в нашем репертуаре спектакль по пожарной безопасности. «Маша и Вова в огнедымном царстве» или «Опасная история». Довольно интересный и необычный спектакль по пьесе современного драматурга Сытина. Главные герои здесь – жители огнедымного царства. Очень необычные. Дети будут удивлены. Обновленная филармония уже распахнула свои двери. Но, как говорят сами работники сферы культуры, совершенству нет предела. Поэтому работы еще продолжатся. В настоящее время идет подготовка к ремонту гримерных комнат. Ведь именно здесь артисты проводят больше всего времени, готовясь к выходу на сцену. Снаружи здание тоже заметно преобразилось. Приятный глазу цвет. Облагорожена прилегающая территория. Государственную филармонию Карачаева-Черкесия можно по праву назвать свидетелем эпохи. Она всего на 15 лет младше самой республики и когда-то называлась концертно-эстрадным бюро. Именно здесь проходило становление национальных театров нашей республики. Но это все дела минувших лет. А сегодня историческое здание Государственной филармонии – это высокотехнологичный концертный комплекс. Вот это все полностью отремонтированное и оснащенное наша филармония даёт возможность полностью реализовывать свои творческие планы нашим коллективам. Пока в здании филармония проходил ремонт, творческая работа ее коллектива не останавливалась ни на один день. Артисты репетировали, можно сказать, в полевых условиях и продолжали давать концерты на разных площадках. Теперь же они по достоинству оценили новые условия работы. До ремонта у нас вот здесь вот не было вот такой пинолиум тут, не лежал. Пол был как-то вот немножечко шероховатый, сцена была шероховатая. А теперь вот смотрите, вот обновление какое. У нас свет вот такой красивый нам сделали. Ценители искусства, жители и гости республиканской столицы могут лично оценить результаты проделанной работы, посетив ближайшие мероприятия, запланированные в республиканской филармонии. Расписание концертов и спектаклей можно найти на официальном сайте учреждения. Армида Кишмахова, Андрей Дорошенко. Итоги недели. И в продолжение темы. Репортаж еще об одном концерте, который прошел в обновленном зале Республиканской государственной филармонии Карачаева-Черкесии. 25 января исполнилось 85 лет со дня рождения поэта, барда, актера театра и кино Владимира Семеновича Высоцкого. Он прожил всего 42 года, но своим творчеством оставил неизгладимый след в душах своих соотечественников. Если он играл роль, то его герой всегда был с настоящим сильным характером. Если пел песню, то она непременно уходила в народ. На концерте памяти Владимира Семеновича Высоцкого побывал и наш корреспондент Руслан Альботов. Я не люблю фатального извола. От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Песню «Я не люблю» можно смело назвать автопортретом Владимира Высоцкого. В ней ключевые принципы и характерные черты самого автора. На момент ее написания Высоцкому было 30 лет. Впоследствии эту песню неоднократно использовал театр «Современник». Она звучала в кино и переведена на множество языков. Поднятые проблемы человеческого цинизма, лицемерия, предательства, отсутствие чести, насилия и уязвимости – это непримиримая гражданская позиция в чистом виде, которая и сегодня для многих людей актуальна. Пусть сбеги большие перемены, я это никогда не полюблю. Высоцкий именно в далекие 80-е мне дал толчок, чтобы я взял в руки гитару. Я когда его первый раз услышал, у меня, конечно, мурашки по коже пошли. В каком году это было и сколько было тебе лет? Это 88-й год был прошлого века, как уже сейчас дико как бы не звучало, но да, 88-й год. И через год я уже купил себе гитару и как бы начал по этой стезе работать. А Высоцкий всю мою жизнь меня вел. Я не люблю слово «кумир», но это, можно сказать, такой учитель, который меня все время учил. Эти заочные уроки для Сергея Зубарева не прошли даром, сформировав в нем самом интересную творческую личность. Оттуда же и умение общаться с залом и держать его. Перед каждой песней звучала история ее создания. Баллады Владимира Высоцкого зрители слушали с замиранием сердца. Шуточные песни с открытыми улыбками. Ну а по завершению каждой бурные аплодисменты. Если друг, а говно успел друг, и не друг, и не враг, а так, Если сразу не разберешь, плох он или хорош, Парня в горы тяни в лески, не бросай одного его, Пусть он связки в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Кстати, в столице Карачаева-Черкесии Сергей Зубарев выступает уже не в первый раз. До этого он участвовал в нескольких фестивалях, организованных местным рок-сообществом. Приходят не только взрослые люди, которых, в принципе, ожидал на Высоцкого, потому что это их поколение, их музыка. И они пришли, я вижу их. Но пришли и молодые люди, которые тоже прикоснутся к творчеству Высоцкого. Они будут знать эту музыку, будут знать этого поэта. Высоцкий – это величина. И для нас, для рок-общества, он свой, потому что многие рок-музыканты вдохновлялись его творчеством, переделывали песни под более жесткий рок. Тот же «Черный кофе» Арбенина, они исполняли песни Высоцкого. И его чтят, уважают. Песни известных российских рок-музыкантов, на которых, безусловно, повлияло творчество Владимира Семеновича Высоцкого, тоже были исполнены на концерте его памяти. Подробный отчет об этом мероприятии смотрите в ближайшем выпуске нашей программы «Живой журнал». В последнее время участились случаи мошенничества, особенно в отношении пожилых граждан. В этой связи сотрудники полиции Карачао-Черкесии проводят комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение подобного рода преступлений. Так, на минувшей неделе участковые полномочные полиции совместно с автоинспекторами города Черкеска организовали информационно-профилактическую акцию среди населения. Это буклеты раздаем мы. Там, где работаешь, там тоже передашь. Участились мошеннические случаи по городу. По телефону звонят, представляются разными работниками Сбербанков, разных банков, там, и отманывают. Осторожно, мошенники! Не дайте себя обмануть! Памятки под таким заголовком раздавали сотрудники полиции жителям республиканской столицы. Звучит как призыв, а для многих наших земляков, особенно тех, которые стали жертвами мошенников, как крик души. Наверное, нет такого человека в России, кому бы хоть раз не звонили мошенники с различными заманчивыми и якобы выгодными финансовыми предложениями. Зачастую они представляются сотрудниками банка. И, к сожалению, многие люди, особенно пожилого возраста, в силу своей доверчивости или простого человеческого желания помочь, попадаются на уловки мошенников. Результат печален. Обманутые остаются практически без средств существования. Так, в 2022 году выявлено порядка 600 фактов преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Мошенники используют также различные способы и методы, одним из которых является, что привлекают людей большими процентами и выигрышами, в связи с чем люди становятся жертвами данных преступлений. В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД и участковые раздавали водителям, пассажирам и прохожим памятки с описанием распространенных видов мошенничества и рекомендациями, как поступить в сомнительных ситуациях. В них подробно разъяснен алгоритм действий в конкретных случаях. Организаторы акций призывали граждан быть предельно бдительными и осторожными, а также настоятельно попросили распространить данную информацию среди родственников, коллег и знакомых. Вы знаете, да, что есть факты мошенничества, когда через телефон, через интернет обманывают людей. Мы вот, чтобы люди не стали жертвами мошенников, поэтому я хочу попросить вам дать вот это, почитать, другим сказать, чтобы ваши родственники, ваши знакомые, чтобы не стали жертвами мошенников. Впрочем, основные правила, как не стать жертвой мошенников, многим знакомы. Во-первых, ни в коем случае нельзя сообщать свои персональные данные неизвестным лицам, называть номера и пин-коды банковских карт, даже если они представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков. Не реагировать на сообщения незнакомцев о якобы блокировании их счетов и попытке списания денежных средств. Подобную информацию необходимо проверять самому, связавшись со специалистом своего банка. Ну а самый лучший и, как говорится, беспроигрышный вариант – вообще не вступать с мошенниками ни в какой диалог. Даже если хочется послать их куда подальше. Это легко сделать одним нажатием кнопки «Отбой» на своем телефоне. Много раз звонят, я их даже не дослушиваю. Я закрываю телефон и все. Мужу звонят. Вот на работе нам всем звонят. Есть такое, да, навалом таких звонков. В рамках оперативно-профилактической операции «Участок» объектами проверок становятся и лица, освободившиеся из мест лишения свободы. Участковыми полномочиями полиции проводятся мероприятия, профилактические мероприятия с лицами, находящимися под надзором, освободившиеся с мест лишения свободы, семейными дебоширами, профилактика безхозного скота, профилактика захламленности подъездов. Преступления в сфере телекоммуникационных технологий порой достаточно трудно раскрыть. Поэтому помните, главная защита против них – ваша бдительность. Домой позвонили пару раз. Мама – это я, я в больнице. Я говорю, как тебя зовут? Я говорю, у меня нет таких детей. Как тебя зовут? У меня нет таких внуков. Таким образом. То, что мы бдительные. Есть безграмотные старые люди, которые, так сказать, сразу ведутся на все это. Не нужно. Мы же верим людям, мы же сами добрые. Думаем, что все такие. А оно не получается, к сожалению. Кредиты предлагают, перерасчеты предлагают. Просто кладут трубку и не разговаривают. Соблюдение элементарных правил безопасности при совершении любых операций с банковскими картами помогут вам и вашим близким не стать жертвой мошенников и сохранить свои денежные средства. Мадина Братова, Андрей Дорошенко. Итоги недели. Новости спорта. 8 февраля в спорткомплексе «Юбилейный» города Черкеска стартовал чемпионат Южного и Северокавказского федеральных округов по тайскому боксу. В старинаниях приняли участие более 300 спортсменов в возрастных категориях от 12 до 40 лет, представляющие команды из 14 субъектов Юга России. Необходимо отметить, что данное первенство проходит ежегодно, но столица Карачао-Черкесии впервые стала местом его проведения благодаря усилиям Минспорта Карачао-Черкесии и Федерации тайского бокса республики. На открытии турнира побывала и наша съемочная группа. Спорткомплекс «Юбилейный» города Черкеска уже неоднократно становился местом проведения соревнований по различным единоборствам. Но первенство по тайскому боксу, да еще и такого высокого уровня, здесь проводится впервые. Чемпионат Северокавказского и Южного федеральных округов собрал 325 спортсменов из 12 регионов. Два ринга и четыре соревновательных дня на то, чтобы они выяснили отношения. От имени министра спорта Карачао-Черкесской республики хотел бы поприветствовать всех участников. Удачи всем, дай бог, чтобы вы все достигли своих спортивных мечтаний, чтобы мы вас увидели на первых местах мировых первенств и чемпионатов. От лица мэрии города Черкеска хочу вас поприветствовать на стом значимом мероприятии. Данный вид спорта сравнительно молодой в республике, но, как мы видим, очень популярной. Сегодня очень рад видеть такое количество приглашенных участников и хотелось бы пожелать от лица мэрии всем вам, ребята, показать достойные, зрелищные бои, пожелать вам успехов, чтобы все ваши мечты, которые вы задумали в данном виде спорта, они сбылись. Удачи вам без травм. Но совсем без травм поединки в этом виде спорта не обходятся. В отличие от родственного кикбоксинга, в тайском боксе гораздо шире диапазон разрешенных действий. Это и удары локтями, коленями, лоу-кики, захваты и элементы борьбы. Недаром большинство чемпионов по смешанным единоборствам для совершенствования своей базы в стойке изучают именно муай-тай. Это древнее боевое искусство родом из Таиланда обрело мировую известность во второй половине 20 века, после того, как тайские бойцы одержали ряд впечатляющих побед над представителями других видов единоборств. Уровень высокий, сразу видно, ребята борются за отбор на чемпионат России, на первенство России в различных возрастах. То есть отсюда будет старт уже для них на более высокие точки. Хотелось бы, чтобы Карачаево-Черкесия стала одним из центров развития тайского бокса на Северном Кавказе, на Юге. То есть это очень бы хотелось. Очень этого хочется и руководству Минспорта КЧР и Федерации тайского бокса Карачаева-Черкесии, благодаря совместным усилиям которых и удалось организовать проведение чемпионата ЮФО и СКФО именно в Черкесске. Даже несмотря на то, что тайский бокс здесь еще не так сильно развит, как в других регионах. Мы специально попросили у представителя Федерации, общероссийской федерации тайского бокса Муай-Тая Бумасира Меджидова, попросили провести у нас СКФО ЮФО, чтобы наша молодежь посмотрела, подтянулась. У нас в секции по тайскому боксу в клубе Мамлюк на Одесский переулок 17. Там два тренера. Один тренер мы пригласили специально из Дагестана. Он чемпион мира, чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России по тайскому боксу. Спортсмены подтягиваются, все возрастал и маленький, и постарший. Даже есть девочки, которые хотят этим видом заниматься, приходят в зал. На данном чемпионате молодую команду Карачаева-Черкесии представили всего шесть спортсменов. Основные же претенденты на призовые места первенства это сборные Дагестана и Краснодарского края, между которыми традиционно возникает жесткая борьба за медали. В ней решающим фактором является не только техника и опыт, но и бойцовский характер. Как, например, в этом полуфинальном бою, по итогам которого судья поднял вверх руку представителю Кубани. Бой прошел нелегко, теперь я не был из легких. Старались сделать все, что можно. Что же касается дагестанских бойцов, то у них, помимо давних спортивных традиций, есть еще одна серьезная мотивация к победам. Президент Федерации тайского бокса Дагестана, прославленный спортсмен, первый чемпион мира и Европы по муай-тай из России Абдул Насыр Меджидов. Есть здесь ребята, у нас с Дагестана приехали парень на весовую категорию 8-6 килограмм, он приехал отбираться, он чемпион мира по тайскому боксу. Огромное спасибо министерству спорта, который поддержал это мероприятие спонсорам, меценатам, президенту Федерации. Конечно же мы проводим на хорошем организационном уровне, в принципе все соответствует, залы все соответствуют здесь, но я думаю, что в дальнейшем мы будем здесь проводить еще лучше. Руслан Альбутов, Михаил Каракелян. Итоги недели. Таковы некоторые итоги минувшей недели. Напоминаю, что все наши репортажи и актуальную информацию вы можете посмотреть на официальном сайте телекомпании «Черкеск» и на наших страницах в социальных сетях. Встретимся в следующее воскресенье. Всего доброго и больше хороших новостей.